Здравствуйте, уважаемые игроки! С вами канал AlexPro, игра АФК Арена. И в этом выпуске я расскажу вам о таком герое, как Сесилия. Итак, герой Сесилия, очиститель грехов. Вот такое вот у неё прозвище. Носитель света, фракция. И по сути это первый убийца, который есть в этой фракции. Чем-то похожа на Сильвину из могилорождённых. Но этот герой всё же является возвышенного уровня и, соответственно, имеет гораздо больше преимуществ. Итак, давайте посмотрим, что же за скиллы. Ультимейт скилл. Сесилия призывает божественный клинок, который обрушивается на противника с самым большим количеством знаков греха над головой. Нанося 300% урона и увеличивает число символов ещё на один. Если эта способность применяется против врагов с тремя или более знаками, то они ещё оглушаются на некоторое время. Если уцелить 5 знаков, она получает 300 урона. То есть, видимо, 300 плюс 300. Итого 600 урона. Далее прокач идёт до 360 прибавочка к урону. Так. Способность вторая. Клинок очищения. Сесилия атакует противника в 3 этапа, каждый раз нанося 90% урона. При использовании эта способность повышает число знаков греха у цели на 1. Урон от этой способности повышается на 10 за каждый дополнительный знак, который получает враг. Всего каждый противник может получить до 5 знаков. Время восстановления способности сокращается и так далее. Урон от каждой атаки повышается до 120%. Так. Искупление. Сесилия появляется на поле боя. Вот эта вот мне фишка вот в ней особенно нравится. В начале сражения. Вместо этого она возникает за спиной противника, чьё положение в строю зелька зеркально соответствует её собственному. Она трижды бьёт врага каждый раз, нанося 115% урона, отмечая его тремя знаками греха. После убийства союзников враги получают знак греха в количестве 5 штук. И так далее. Ну как бы вот эта вот сама фишка вот очень интересная и даёт широкий спектр использования этого героя. Так. Сесилия создаёт божественный круг, который охватывает её противников. Их уровень атаки снижается на 60%. То есть по сути как бы очень сильно их опускает. При первой попытке выйти из круга каждый противник получает 320% урона. Ну и затем уже побольше. То есть тоже очень-очень интересный скилл. Вот. Насчёт урона и насчёт снижения уровня атаки. То есть часто бывает так, что уровень атаки вражеских персонажей ну слишком уж запредельный. Именной предмет только для Сесилии. Священная книга очищения. Все герои-союзники. А также сама Сесилия восстанавливает 200 энергии. А также здоровье в количестве 150% от уровня атаки Сесилии за 5 секунд. Каждый раз, когда при использовании способности судебный день враг умирает менее чем за 5 секунд. Герои-союзники, включая саму Сесилию, восстанавливает 250, потом уже процентов урона от атаки, ой, здоровья от атаки, 350. И скорость восстановления здоровья Сесилии увеличивается ещё на 50. Ну как бы очень-очень круто. То есть её в принципе будет легко прохиливать. По показателям. То есть ловкач. Здесь понятно, то есть у неё основная фишка наверняка это крит уроны и тому подобное. Информацию давайте посмотрим. Ускорение нет, конечно же. Меткость хорошая. Да, это очень-очень хорошо. Сопротивления физиклу нет. Ну понятно, как бы остальное всё шанс крита 32%. Атака хорошая. Так, ну давайте попробуем всё-таки его в деле. Этого самого героя. Вот такая вот расстановочка. Так, смотрите. В начале боя наш герой сразу же перемещается за спину зеркально стоящего противника. В данном случае это был Фоукс. Так, круг греха появился. Смотрите, к нам подошла ещё фея. И сейчас мы используем суперудар. Вроде хорошо наносит уроны. Так, ещё разочек. Давайте, пожалуй, поставим автобитву. Что такое, закончилось что ли всё уже? А нет, нет. Есть, есть ещё один противник. Бабах, отлично. То есть суперудар, он бьёт не ближестоящую цель, да? А вообще любую цель, которая есть на карте. Так, ну пора, пожалуй, заканчивать. Ставим автобитву. Так что герой Сесилия очень-очень интересный персонаж. И во многих битвах его можно хорошенечко использовать в плане вот как уничтожителя какой-то определённой цели. То есть если нужно расправиться с ней, то Сесилия подойдёт для этого лучше всего. Итак, герой, конечно же, хороший, но проблема в том, что на данный момент можно его получить только из призывов Таверна. Да, то есть Таверна. Вот смотрите, даже нет возможности его получать из Звездочёта. Так, 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 так. Звездочёт. Тут всё пусто. То есть как бы не катит. Единственный вариант всё же остаётся, а это Таверна Знати. И за свитки, за кристаллы выбивать этого героя. Ну что ж, друзья, а на этом всё. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях. Пока-пока и до встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok